всем привет друзья сегодня будем фрезеровать мои участки земли фрезеровать будем вот тем вот старцем которому уже 32 года в этом году друзья этот старый японский трактор я очень активно начал эксплуатировать реза можно сказать не остывает и я вам должен сказать втулочка то что я менял на вами если кто видел видео кто не видел ссылочку сброшу в описании по ремонту трактора там я менял сепаратор на втулочку бронзовую в общем эта втулочка ходит отлично значит фрезой уже друзья я где-то обработал 150 соток и никаких замечаний абсолютно то есть никакой шум не добавляется нигде ничего не гудит знаете как раньше было как рассыпанный как изношенный вот этот вот подшипник то есть все тихо классно я вообще доволен давайте покажу состояние ножей вот так вот здесь вот вытирает боковой редуктор но я так его пускаю чтобы он там пальца на два был земле шел и тогда глубина вот это вот около 20 сантиметров получается и друзья по ножам значит китайские ножи и смотрите уже какой износ ну вот в этой части вот должна быть вот такая вот полоска переходная здесь ее уже нету то есть ножи изнашиваются насколько их хватит времени я конечно же не знаю вот такое состояние боковых вот этих вот что изогнуты вот здесь вот те что я приваривал вот эту вот японская часть это я отрезал уже китайский нож то есть сварка все держится нормально ну и с другой стороны тоже все держится все отлично по своим ощущениям если сравнивать плуг с фрезой то фрезой мне намного удобнее намного все аккуратнее получается легче на спину не скачешь ну и сами понимаете что три прохода фрезой по ширине захвата это получается если брать с плугом по плугам нужно ходить восемь раз вот такие вот друзья дела и я бы не сказал что плуг быстрее пашет вот с фрезой отлично все получается я доволен как насчет агрономии там что там с землей происходит я конечно не знаю я в этом не специалист это такой знаете вечный вопрос плуг или фреза то есть остается вот ну а сегодня друзья мы испытаем вот эту вот фрезу ну как испытание уже испытал хорошо просто покажу вам как она работает на всю глубину без катка и нацепим каток тот самодельный что я сделал нацепим и посмотрим налипает ли земля нужен ли он вообще и какая после него остается площадь в общем поехали итак друзья вот такое состояние у меня огородика после оборонования это он здесь отдохнул наверное дней 10 уже наверно он стоит короче с момента выхода этого видео где мы барановали может быть недели две вот в таком состоянии забаранованный влага закрыта он себе отдыхает значит в планах друзья пройдем половину огорода или там сколько получится с катком посмотрим как он держит глубину налипает не налипает не знаю земля такая сырая вот может быть такое вот приспособление этот каток кому будете полезен потому как японцу он не очень нужен а так чисто для эксперимента друзья я его сделал и хочу вам продемонстрировать его работу японца все регулируется электроникой принципе вот но у кого нету этой электроники возможно этот каток пригодится так что цепляем к точек и погнали я буду выставлять пока что сейчас попробуем в таком вот плавающем режиме а потом посмотрим все вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 вот теперь душа на месте теперь можно работать друзья получается в этом катке я вижу только один минус а то то что вот это вот расстояние где-то полметра если к примеру забор там или от забора или к чего или от чего-либо начинать то есть полметра остается не паханая даже может быть больше потому что еще фартук с фартуком все проще подъехал под под забор до бросил и поехал и там остается буквально там сантиметров 20 сейчас вот этот вот раз я дойду а потом поднимем каток и пару раз пройдем без катка посмотрим а устанавливаю глубину от фар тут а ну и наверное без автор горизонта потому что у меня очень ровный а 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 в и а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok